Плюс для города. В Бобруське готовят к вводу в эксплуатацию новую котельную. И экономически, и финансово, и экологически. Какие преимущества? Аморальность зашкаливает. В Осиповичах многодетный отец насиловал родную дочь. У мужчины психическое заболевание в виде расстройства полового предпочтения. Кто ответит за сломанное детство? Комфортная поездка. В стране ведут специальный кодекс для водителей. Чтобы корректно в случае какой-то нестандартной ситуации повести себя. С чем это связано? А также политические партии, дополнительные выходные и дорогие машины. Налог на автомобили повышенной комфортности может вырасти в Беларуси. Насколько увеличится сумма? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Когда едины мы непобедимы, Александр Лукашенко провел встречу с представителями политических партий Беларуси. Президент обозначил главную задачу – не разъединять, а объединять общество. Также он отметил, эти союзы смогут принести наибольшую пользу, если в полной мере будут представлять интересы граждан перед государством. Очень важно быть единым целым в связи с обстановкой в мире. К слову, не все политические объединения прошли перерегистрацию. Когда несколько лет назад мы заговорили о партийном строительстве, обозначил одно условие. Исключительно с учетом национальных особенностей и специфики отечественного политического процесса. Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный. Сейчас республика насчитывает четыре действующие партии – Труда и Справедливости, Коммунистическую, Либерально-Демократическую и Новую Беларусь. Александр Лукашенко напомнил – главная составляющая успеха – идея, кадры и дисциплина. Нездоровый интерес. В Осиповичах жертвой педофила стала родная дочь. С лета 2020-го 40-летний мужчина неоднократно насиловал девочку. Тогда ей было всего восемь. Малышка боялась отца, поскольку тот поднимал руку на мать и был агрессивным. О произошедшем никому не рассказывала до момента, когда школьница снова должна была остаться с папой наедине. Ребенок не выдержал и рассказал всю правду маме. Вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью. В содеянном раскаялся. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины психическое заболевание в виде расстройства полового предпочтения в форме педофилии. Никто из коллег и знакомых из окружения обвиняемого даже не догадывался о его наклонностях. Обвиняемый работал инженером-конструктором на заводе. К уголовной ответственности не привлекался. Во время расследования установлено пять эпизодов преступной деятельности. Мужчина задержан. Кооперация с Поднебесной. Новинки из России и ставка на белорусское. Количество продовольственных товаров отечественного производства в магазинах превышает 77%. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. За прошедшие 10 месяцев в Беларуси и Китае заключили сделки почти на 60 миллионов долларов. Это почти в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В республике реализовано 15 проектов на сумму более полутора миллиардов китайских юаней. В разработке около десятка новых. Один из них – продолжение развития парка «Великий камень». Налог на автомобили повышенной комфортности может вырасти в Беларуси. Ставка для владельцев машин, которым не более трех лет, увеличится в 10 раз. Сейчас в республике зарегистрировано почти 2000 таких авто. Список определит правительство. Но уже известны некоторые марки. Это «Феррари», «Майбах», «Мазерати», некоторые виды «БМВ» и «Ауди». Количество продовольственных товаров белорусского производства в магазинах превышает 77%. Некоторые категории достигают почти 100. В республике активно идет процесс импортозамещения, проходит работа по развитию бренда «Купляйте белорусское». Опыт «Синеокая» перенимают и другие государства. Почта России запустила услугу быстрых денежных переводов в Беларусь. Теперь клиент может получить средства сразу после оплаты. Сумма будет выдаваться по курсу Нацбанка в белорусских рублях. Пересылка безадресная. Это значит, что забрать наличку можно в любом почтовом отделении, где есть доступ в интернет. В 2024-м белорусов ждут дополнительные выходные. Лишние дни отдыха появляются в госпразднике, которые выпадают на будние. В следующем году только Рождество попадает на календарный уикенд. Набираться сил жители республики будут во все оставшиеся торжества, такие как 8 марта, 1 мая, День Победы, Радуница. Свод правил. В Беларуси ведут специальный кодекс для водителей. Суть нововведения в создании приятной атмосферы в салоне транспорта. Плюс это поможет избежать конфликтов с пассажирами. Благодаря памятке шоферы смогут правильно реагировать на непредвиденные ситуации. А сами поездки станут более комфортными. Рекомендуется не обращаться к людям на «ты», не разговаривать на личные темы о политике и религии. Я считаю, что это, конечно, должно было бы навести порядок в отношениях между пассажирами и водителями, кондукторами. Будет не лишним еще раз, чтобы водитель знал тоже свои обязанности, какие-то функциональные обязанности, чтобы корректно в случае какой-то нестандартной ситуации повести себя. Также прописаны правила внешнего вида. Например, рекомендуется носить бейдж и размещать информацию о себе в поле зрения клиента. Быть пунктуальными, просить пассажиров пристегнуться. В скором времени Межрегиональная ассоциация перевозчиков передаст памятки по их прямому назначению. Экологично и практично. В конце мая в Бобруске началось строительство новой котельной. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию. У современного источника тепла ряд существенных преимуществ. Подробности далее. Новая котельная гордо возвышается на Семеново, 32А. Из трубы уже виднеется легкий дым. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября. Современное здание будет обогревать буквально весь Форштадт. А это 14 многоквартирных жилых домов, учреждений, образования, общежития, порядка 15 частных строений и магазины. Объект для нашего города является довольно важным. Потому что старая котельная, которая была построена ещё в 70-х годах, уже морально, экономически, физически устарела. Поэтому возникла необходимость строительства. Это новая котельная. Современная система очистки воздуха. Поэтому будет и экономически, и финансово, и экологически выгодна для нашего города, для нашего населения. И даст, конечно, свой эффект за год порядка 300 тысяч рублей экономии на импортном газу. Внутри сооружения остаются последние штрихи. Сейчас котлы белорусского производства работают в режиме пусконаладочных испытаний, по результатам которых будут определены оптимальные режимы нагрузки. В связи с вводом котельной в данном районе, значит, у нас уменьшится себестоимость в два раза. Плюс уменьшатся потери. На сегодняшний день потери составляют 18%. Значит, в связи с вводом и пуском этой котельной, значит, потери будут составлять не больше 10%. В составе основного оборудования два котла, которые работают на местном экологичном виде топлива щепе. Общая тепловая мощность 4,9 мегаватт. Это очень грамотное и правильное государственное решение. Использование местных видов топлива – это одна из важных задач энергобезопасности страны. Соответственно, и государственная программа на 2021-2025 годы предусматривает строительство источников на местных видах топлива. Строительство таких источников происходит в центре нагрузок, уходит необходимость в длинных тепловых сетях, сокращаются потери. И современное оборудование, в основном отечественного производства, позволяет размещать такие котельные прямо вблизи жилых домов. Ещё одно значимое преимущество – на котлах установлены экономайзеры. Тепло от утилизации дымовых газов греет воздух, который поступает в зону горения в топке котла. Благодаря этому не только сокращается потребление импортируемых видов топлива, но и увеличивается эффективность использования щипы. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Маршрут на 100 баллов. В автотранспортном колледже стартует первый этап репетиционного тестирования. Проверить знания можно по всем предметам. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте РИКС, где размещена подробная инструкция. Стоимость участия – 9 рублей 90 копеек за одну дисциплину. В пункт проведения РТ с собой необходимо взять распечатанный пропуск, паспорт, черную гелевую или капиллярную ручку. Репетиционная является подготовкой к и централизованному экзамену, и централизованному тестированию. Поэтому очень важно прийти, посмотреть атмосферу, как заполняется бланк ответов, попробовать, чтобы дальше уже было меньше ошибок. С графиком проведения РТ можно ознакомиться на официальном сайте автотранспортного колледжа или РИКС. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!